Ашиваны. Название этого населенного пункта в Усть-Ишимском районе теперь стало известно на всю страну. Село практически полностью ушло под воду. Стихия поглотила абсолютно все. Дома, постройки, домашний скот, кладбище, автомобили и другую технику. Многие жители уже эвакуированы, однако есть и те, кто уезжать отказался и теперь они живут под открытым небом. Эксклюзивные кадры в нашем репортаже. Сегодня ночью единственную дорогу, соединяющую Усть-Ишим и это село, затопило. Пройти невозможно. Вот мне пришлось вброд идти к местным жителям, просить трактор, который сейчас выступает в роли плавсредства. Должен сказать, что спасатели отказались перевозить людей, встречать и журналистов в том числе. Ну, на мой взгляд, не совсем корректно себя повели. Поэтому местные жители используют этот трактор для того, чтобы перебрасывать людей, получается, с берега на берег. Туда, в Усть-Ишим, те, кто уезжает с вещами и обратно мужиков, которые едут из магазинов. Потому что у людей заканчивается вода, заканчивается еда и в затопленных домах еще остаются домашние животные. С трактора пересаживаемся на лодку и сразу отправляемся по затопленным улицам. Эти кадры вызывают ни страх, ни ужас. Становится обидно и больно за местных жителей, ведь впереди у них неизвестность. Пропускаем через себя человеческую трагедию. Затопленные дома словно картинки из соседних Орска, Кургана или Абадского Тюменской области. Фарид подвозит нас к своему дому. Большая волна поглотила его первым, но сюда мужчина намерен вернуться. Строили долго дом этот? Всю жизнь? Конечно. Да и все еще строю. Расскажите, вот там белые мешки это остатки от дамбы? Да. То есть ваш дом, получается, крайний был к Ишиму. Как все происходило, скажите, пожалуйста. Ну что, ночью вот, сотриная ночью, тот вот там бы пробило, вот за этим домом сразу. И все. И пошла бы, да. А здесь укрепление дамба большое было? Нет, тут нормальное было, а то держало еще. Пробило вон там. А потом все уже, чтобы крутить, видишь, какое течение. Этот потоп стал самым сильным за всю историю наблюдений в Омской области. Затопило уже более 20 населенных пунктов в нашем регионе. Сильнее всего досталось как раз Ашиванам и соседним слободчикам. Вот с этого места все и приключилось. Это крайние дома деревни. Здесь было укрепление от дамбы, но ничего не помогло. Ишим пошел как раз вот сюда, зашел в дома. Еще вчера здесь люди ходили в сапогах внутри этих домов. Вот видите, за моей спиной телега, которая еще вчера. Были видны колеса, но вот сегодня уже остался один кузов. Что будет завтра, неизвестно. Спасатели говорят, что за сутки вода прибыла на 30 сантиметров. Буквально по сантиметру на час, за час прибывает вода. Здесь дома заброшены, постройки, туалеты, бани, сараи, какая-то техника. Вот там мы проезжали, видели затопленная стоит машина, трактор. Все, что не успели вывезти люди, все утонуло. Естественно, все это уже не подлежит восстановлению. Спасатели пришли сюда уже после прорыва дамбы. Опоздали, говорят люди. Для водного укрепления обороны местным жителям пришлось скидываться деньгами на пленку. А мешки пришлось буквально выбивать у администрации силой. Ну, администрация, она приезжала, только то, что они сказали, вот, если затопление будет, эвакуируют какие-то вещи, то-то, что-то. А вот и сказали, что можно эвакуироваться, а там они предоставляют в интернате от лицея, и все. А дамбу, кто делал дамбу? Народ своими силами. Мы выходили, вот я сама лично работаю в младшем воспитательном детском садике, да. Я после работы приходила, мы сами все это делали, сами, да. На пленке деньги собирали, вот везде все есть. На пленке местное население сам деньги собирал. Мы на пленку сами собирали, даже с севера ребятишки отправляли. Полностью с севера кто у нас ребятишек. Вот это вся документация есть у старости. Речапова, ее девичья фамилия, Зифа Тулбасировна, спасибо ей большое. Она все организовала. Она там осталась еще? Она там осталась, они на... У Хусаина утонуло 40 овец. Их трупы потом сожгли подальше от глаз хозяина. От его дома осталась только крыша. Каждый день он приплывает к своему двору с надеждой, но пока фиксирует только рост паводка. Вместе с супругой он уже неделю живет на возвышенности. Спят в машине, готовят еду на костре. Мужчина тоже собирается возрождать свой быт. Вода уйдет, вернусь. Почему? Я вот привык тут, вырастут. Будете строить заново все? Придется. Я никуда не уйду, я сюда приду и буду строиться заново. У вас слезы на глазах из-за чего? Болит все. Душа, сердце? Душа болит. Что особенно жалко, если можно так выразиться? Все. Не только дома, а все деревья. Жалко. Вы всю жизнь здесь прожили? Всю жизнь. И родители тут жили. Жалко все. Крепитесь. Крепитесь, что делать теперь. Ирина приехала сюда с мужем в отпуск, который закончился трагедией. Семья Байбиковых – одна из последних, кто не решился покинуть затопленные дома. Во дворе работает генератор. Сегодня это единственный источник электроэнергии в селе. И воду откачать, и телефоны подзарядить. К этому разве можно подготовиться? Вот к такой беде. Как можно подготовиться? Ну, морально, может быть, да, где-то надеялись, что вода до нас не дойдет. Но, посмотрев телевизор, и были наслышаны про Тюменскую область, про Курганскую, Сорска, все началось. Конечно, уже стали задумываться о том, что к нам эта вода тоже придет. Но не думали, что в таких масштабах. Староста деревни без лишней надобности не покидает свой дом. Боится расправы, признается мужчина. Ведь он активно агитировал за единую Россию. А та пришла на помощь слишком поздно. И то, только после приезда нашей съемочной группы. Народ на меня наплевал, получается. Они говорят, а что, вот ты перед выбором хвалился, вот хацен, хаценка. Ну, все. И когда был? Вчера, поздно, вчера. Тоже. 8 мая. Вот Слобачков пролетел, через нас тоже пролетел. Слышим, опять улетел. Тоже народ, МЧС, гаишники тут. Милиция, полиция ждали его приезда. Но опять не получилось. Народ ждал, ждал. Только после появления журналистов на этом острове, попавшим в беду жителям Ашиван, были доставлены вода и хлеб. Чуть позже подвезли корма для животных. Жизнь этих людей превратилась в мучение. Им неоднократно предлагалась эвакуация, но покинуть родные земли они отказываются до сих пор. И понять этих людей вполне можно. Памятки все заранее всем были розданы. ПВР готовы, катера готовы эвакуировать людей. Мы все ходим, уговариваем для того, чтобы эвакуироваться. Поэтому прогноз роста воды мы не можем с вами до конца прогнозировать. Мы смотрим, что он растет. У нас 4 дня назад рост был 151 сантиметр за сутки. Это мать природы, здесь ничего сделать нельзя. Стихия бушует. Устишимский район затапливает со всех сторон. Под водой уже большая часть жилой территории района. Эвакуация продолжается. Константин Ткачев, Григорий Бадьянов, Обком ТВ. Продолжение следует...